Приветствую всех, с вами снова Эйлин, и вы смотрите видео о втором этапе конкурса по Diablo 3, призом которого является ключ активации игры Diablo 3, Battle.net, наверное, я не знаю где он будет, но поздравляю, кстати, всех, кто смог одолеть первый этап, не поздравляю тех, кто не смог, в любом случае у вас еще есть время, и вы можете подключиться к конкурсу, если еще о нем не знаете. Сейчас я расскажу, что нужно делать на втором этапе. В описании к этому видео находится ссылка на таблицу декодирования, какое-то декодирование или дешифрование некого. Что с ней делать, вы поймете, когда вы решите задание первого этапа, либо, если вы его уже решили, то вам стоит всего лишь скачать эту таблицу дешифрования, и вы поймете, что с ней делать, я в этом уверен. Затем, затем вы приступаете к основному заданию всего конкурса, и вы поймете, что нужно делать. Я, во-первых, я очень хорошо все описал, во-вторых, описал, где вы поймете, где я все описал. Все, наверное, все, кто решил задание первого этапа, они поймут, что нужно делать далее. И сразу говорю, что то, что вы должны написать после того, как вы перейдете к основному заданию, не обязательно должно быть односложным. То есть, чем лучше вы украсите свои ответы, ну, как лучше украсить, это как-то глупо прозвучало, чем лучше вы их подадите, тем больше у вас шансов выиграть диск. Или ключ, скорее ключ, чем диск. Поэтому желаю вам удачи. Еще раз говорю, то, что внизу под этим видео в описании находится ссылка на то, что вы должны скачать и использовать в дальнейшем решении. А теперь, самое главное, ответы от вашей будут приниматься мною и вообще будут засчитаны только те ответы, которые будут даны в период временной с 6 часов вечера по Москве 5 июня до 4 утра по Москве 6 июня. То есть, у вас всего 10 часов на то, чтобы понять, что я от вас хочу в последнем, втором этапе, загуглить все или вспомнить все, что нужно загуглить и все, что нужно вспомнить на втором этапе и дать ответы либо в комментариях на канале, либо в особой теме в группе ВКонтакте. Вы увидите там все и обо всем узнаете, когда вы дойдете до основного задания, которое нужно выполнить. Почему такой временной промежуток выбран? Ну, чтобы не развозить на сутки все задания, чтобы не получать 3000 ответов и только отделить тех людей, которые поторопились, подсуетились и решили прийти вовремя на второй этап. Ну, москвичи, соответственно, могут уже сегодня выкладывать, я думаю, ответы, потому что у них в 6 часов вечера, ну, потому что они увидят вот это видео, которое вы смотрите в 6 часов вечера, а те, кто живет во Владивостоке, например, они увидят это видео в час ночи. А у них в 4 часа утра по Москве будет, наоборот, 11 часов утра, то есть у них тоже будет время на то, чтобы, соответственно, все ответы или что-нибудь еще дать. Поэтому дерзайте, желаю вам удачи и увидимся с вами через сутки в новом видео, в котором я оглашу победителей, в котором я расскажу все, что нужно было делать на первом и втором этапе. Увидимся!